Здравствуйте! Это программа интервью дня на телеканале ТУВА24 в студии Татьяны Ромазановой. В начале июля делегация Республики ТУВА приняла участие в 35-й международной универсальной выставке ворота в Азию, которая прошла в Монголии в городе Улан-Батор. Как проходила работа, кто был в составе делегации и какую продукцию представляла наша Республика? Сегодня об этом мы говорим с председателем Торгово-промышленной палаты Республики ТУВА Аясом Наржуковичем Монге. Здравствуйте! Здравствуйте! Аяс Наржукович, 35-я международная выставка. Впервые ли ТУВА принимает в ней участие? ТУВА принимает участие в данной выставке уже в третий раз. Слава Богу, по результатам данной выставки мы заключаем 20 июля на площадке ТПП два контракта на поставку продуктов питания предпринимателям Усунурского Аймака. По результатам проведенного весной конкурса ТПП совместно с Фондом поддержки предпринимательства Министерством экономики определила три компании, которые будут в составе очной делегации принимать участие в международной выставке. Это компания индивидуального предпринимателя Шокжел Мерген Максимовича, производитель мясных деликатесов. Компания ООСИ Продукт. Компания занимается крупными подставками продуктов питания внутри нашего региона и на юг Красноярского края. Также индивидуальный предприниматель Нурсат Юрий Сергеевич, он поставляет модульные быстровозводимые здания внутри нашей республики. То есть его компания также прошла по итогам конкурса. То есть три компании мы вывезли очно и также три компании приняли заочно участие в данной выставке. Это индивидуальный предприниматель Тунев Виктор Николаевич, компания ОВАВИОЛ, продукция в него из меда, травяные чаи. Также ГУП Моралхоз со своей продукцией Пантокрин, бальзамы. Также компания, которая производит бальзамы и компания, которая производит пихтовые эфирные масла. Индивидуальный предприниматель Сараглар принял участие. Выставка прошла с 1 по 4 июля. И товары, конечно, натуральные продукты наших производителей, они были очень востребованы на выставке. В первую очередь за 2,5 дня ушла вся продукция индивидуального предпринимателя Мергена Максимовича Шокжал. Мерген Максимович недавно начал производить медицинские деликатесы. Это продукция козы, это продукция краковская колбаса. То есть данная продукция была просто воспринята очень тепло и на ура она ушла. Буквально на третий день у него уже тот запас, который он с собой взял, он был уже все исчерпан. Ну да, вот на том виде, что вы выкладывали в течение всей работы вот этой выставки, постоянно вы на своих страницах выкладывали, было видно, что очень интересные деликатесы и что действительно они востребованы. А как был оформлен стенд Республики Тыва? Стенд был оформлен в принципе в традиционной форме. У нас было очень такое выгодное место расположения на втором этаже, когда вообще выставка проходила в русском доме, в Ланбаторе. Русский дом, он в здании представительства Росодрудничества проходит. Проходит выставка там, в этом здании проходит. И здание на самом деле очень удобное, находится практически в центре Ланбатора. Приняли участие помимо нас приграничный регион, это Забайкальский край, Иркутская область, Бурятия и Тува. Всего на двух этажах было представлено более 40 компаний, в том числе и наш регион. На выставке, конечно же, мы в первую очередь уделили внимание нашим товаропроизводителям. Это и продукция Миргена Максимовича, и продукция Тунева Виктора Николаевича, компанию ОВАВИОЛ. Ну и, соответственно, продукция также наших производителей, которые очно выехали. Конечно, интерес был огромный. И выставка показала то, что в нашей республике стоит участвовать в данных выставках постоянно. Потому что, когда мы выезжаем, мы сравниваем свою продукцию с продукцией наших соседних регионов. Также мы сравниваем свою продукцию с монгольской продукцией. Потому что, если даже продукция в Монголии где-то по качеству уступает, но она выигрывает упаковкой, допустим. И здесь бы нам, у нас сейчас совместно с Министерством экономики, с Фондом поддержки и предпринимательства, дальнейшая работа предстоит по разработке хорошего дизайна упаковки, чтобы на следующих выставках мы более как-то выгодно выглядели и так далее. И также было бы правильно, наверное, провести работу по логистике. Потому что Улан-Удэ, Улан-Баттер рейс летает 4 раза в неделю. Мы добирались практически 1800 километров на своем афотранспорте. Конечно, летом это интересно. Здесь ты двух зайцев побываешь, там где-то туристические базы мы тоже ехали, их не мониторили. В Монголии, несмотря на те катаклизмы, с которыми сталкивается весь мир, она все-таки развивается. Направление туризма очень хорошо развивается. И нам необходимо вообще в первую очередь вопрос логистики решать. Мы надеемся, что тот рейс, который у нас запланирован, Козыл-Улан-Гом-Улан-Баттер в ближайшее время заработает, чтобы наши предприниматели могли туда ездить, вывозить свою продукцию, заключать контракты на поставки. Вы, наверное, уже как-то просчитали стоимость, допустим, товара. С учетом вот этого перелета, будет ли он востребован, те же деликатесы каким образом, в каком объеме их можно доставлять, если пока мы говорим только вот об одном рейсе. Это как-то возможно? Ну, вы знаете, на самом деле продукция, она всегда доставляется по транспорту. А предприниматель, ему, естественно, надо сокращать свои командировки. Самый главный ресурс у нас же время. Он вылетел на самолете, свои контракты заключил, обратно полетел, следом пошел в груз. То есть это и есть правильная логистика распределения. Да, это правильная логистика. Куда пошел товар, когда приехал руководитель. Если будет хорошая логистика между Тулой и Улан-Батором, Козылом и Улан-Батором, я думаю, что количество предпринимателей, которые бы хотели вывозить товары на экспорт, их будет увеличиваться. Потому что нам есть на каком рынке там участвовать. У нас есть возможность, допустим, компания Сипродукт, который 20-го числа мы заключаем контракты с контрагентом УСАМИКа, УСАМИКа, они будут поставлять продукты питания. Они являются крупными дистрибьюторами всех заводов России по производству продуктов питания. Это и масла, это и консервированная продукция, это и макароны. То есть это разнообразный товар. По ценовой политике мы на месте в Улан-Баторе провели очень мощный большой мониторинг. По ценовой политике мы очень даже конкурентно способны. И понимая это, контрагенты со стороны УСАМИКа, города Улан-Гома, они уже на месте просчитали, и они сказали, что нам выгодно грузиться в Козыли, нежели ездить в Абакан, Красноярск, по нескольким базам выбирать товар. Там одну линейку выбрали, здесь другую линейку выбрали. То есть им более выгодно в одном месте в Козыли выбирать и вывозить товар. Да, загружаться. А ясно, Жукович, получается, что по итогам этой выставки сколько было заключено договоров? Всего было заключено три соглашения, и мы надеемся, из трех соглашений будут два контракта. Один контракт, практически он уже, можно сказать, что он сторона с той стороны УСАМИКа, мы уже согласны подписать 20 числа. И второй контракт, также один производитель облепиховой продукции, который находится в Улан-Гоме, он также изъявил желание переехать у нас 20-21 числа, и здесь на месте в Козыли заключить контракт. Но существуют сегодня проблемы расчета между предпринимателями, потому что никто не хочет крупную сумму наличия. Сейчас есть возможность только наличными средствами рассчитываться, между контрагентами Монголии и России. Но никто не хочет с крупными суммами денег ехать. Соответственно, вот эта проблема, она сегодня один из таких больших тормозов для заключения крупных контрактов. По-моему, вы там обсуждали вопрос, чем рассчитываться, может быть, в рублях или в валюте Монголии? Сначала, в первую очередь, конечно же, мы настаиваем на том, чтобы монгольские предприниматели приезжали к нам и здесь рассчитывались наличностью, чтобы отсюда можно было вывезти товар. Но в будущем, конечно же, после визита министра иностранных дел, вот недавно, Лаврова, мы надеемся, что все-таки в ближайшее время заработает банк, который будет эти все специальные безналичные операции проводить. Потому что сейчас, к сожалению, ни один банк, ни монгольский, ни наш, не проводит экспортные сделки. Вот это является одним из больших тормозов для развития экспорта. Но сегодня я буквально полчаса назад созванивался с коллегами из Бурятии. Значит, уже есть информация, что, скорее всего, где-то ближе к августу месяцу заработает монгольский банк, который будет данные экспортные операции проводить. То есть, ну, что-то уже можно решать. А ясно Жукович, что-то по туризму, насколько я знаю, вы также обсуждали. Это я все беру из ваших соцсетей, где вы очень активно работаете и о своей работе рассказывали. Что по туризму? По туризму у нас очень, ну, об этом, наверное, только неленивые говорить, наверное, да? Что у нас регион очень перспективный в плане туризма. Все-таки сдвигается. Вот у нас ведь совсем недавно побывала Зарина Дагузова, вновь руководитель департамента по туризму. Мы с головой объезжали места и говорили о сибирских каникулах. Видя, как в Монголии развивается туризм, мы сделали предложение, когда была выставка на открытии и на закрытии, мы сделали предложение провести презентацию туристического потенциала Республики Това на площадке русского дома в Улан-Баторе. То есть, эта инициатива была воспринята очень позитивно. То есть, сейчас идет согласование, когда это мы можем провести, скорее всего, на конец года, это ноябрь месяц, для того, чтобы наши туркомпании и туркомпании Монголии могли запланировать уже на 23-й год совместные какие-то маршруты. Потом, когда мы встречались в Усунужском Аймаке с губернатором, губернатор также уже был проинформирован про это. Своими специалистами. И здесь мы с ним договорились, что не будем ограничиваться только улан-баторским мероприятием. И в Усунужском Аймаке, в Улан-Гоме проведем выставку, переграничную выставку товаропроизводителей. И плюс второй темой у нас будет тема туризма, где мы совместно с Усунужским Аймаком хотим создать совместные маршруты. То есть это будет такой сквозной маршрут внутри Тувы и плюс Усунужский Аймак. Благо то, что в Усунужском Аймаке есть очень чистейшие, очень полезные озера. Это Усунужское озеро, это озеро Хьяргас от 100 километров от Улан-Гома, где сейчас очень активно строятся туристические базы. И мы, видя, что потенциал у Монголии большой, я думаю, что одной нашей республикой, не ограничиваясь, чтобы были более-таки интересные маршруты, намерены осенью создать свои совместно с Усунужским Аймаком турмаршруты и на тот год их уже декларировать с крупными туроператорами для того, чтобы возить туристов, которые приехали к нам в Туву, дальше Монголию. Вообще здорово. Ну, очень насыщенная была поездка и очень много результатов. А вы на какую оценку бы поставили себе, какую бы вы оценку поставили вашей делегации? Вообще работе в целом по итогам, по потенциалу? Ну, во-первых, хочется поблагодарить Министерство экономики республики, это фонд поддержки предпринимательства, главу республики за ту поддержку, которую вообще оказывают в последнее время предпринимателям нашей республики. И, конечно же, мы свою оценку, наверное, нашу оценку оценят, наверное, те предприниматели, которые с нами ездили. Мы неудобно самим себе оценки ставить, но то, что 20-го числа у нас уже будет подписание двух контрактов, это говорит о том, что поездка была эффективной. И мы надеемся, мы на этом останавливаться не будем. Мы будем дальше работать на примере наших добрых бурятских соседей, потому что мы увидели, как Бурятия там очень плотно работает, предприниматели, они даже поставляют продукцию, несмотря на все вот эти проблемы с расчетами, в любом случае они продукцию свою поставляют, ну и также импортируют свою продукцию. Мы не хотим отставать и даже, наверное, где-то со стороны Западной Монголии мы намерены их опережать. И я бы хотел, наверное, нашим дорогим телезрителям показать, что нас наградили почетным дипломом 35-й международной выставкой «Ворота в Азию». И это говорит о том, что наш бизнес, бизнес нашей республики, ворота в Азию, они открыты. Мы приглашаем наших предпринимателей активно ездить. Слава Богу, сейчас есть возможность до 31 килограмма завозить для себя продукцию беспошлины. Ну и, соответственно, я думаю, что тем более сейчас страна поворачивается на восток. И призываю наших предпринимателей также осваивать Монголию, вывозить свою продукцию, может быть, и импортом как-то заниматься, чтобы сейчас сложное время пополнить свои обороты. То есть есть куда развиваться. Большое спасибо Ясна Ржукаевича. Я напоминаю, что это была программа «Интервью дня» на телеканале ТВ-24. И сегодня о поездке в Монголию, об участии в 35-й международной выставке. Мы говорили с председателем Торгово-промышленной палаты Республики ТВ, Аясом Наржукаевичем Монге. Спасибо большое и всего доброго. Ждем вас всегда. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok